Чёрт, вот это пищи. Всем привет! В прошлом видео я показывал, как ставить субтитры в видео, но не сказал, как создать субтитры. В этом видео я бы хотел показать, как создать субтитры. Конечно, тема очень узкоспециализированная, но я надеюсь, кому-нибудь помогу. А так, я планирую создать более популярные ролики, но сейчас я просто тренируюсь, отрабатываю свою технику, свои науки. Итак, давайте приступим. Раньше субтитры создавались очень сложно. В любой монтажной программе или программе для создания субтитров мы импортировали туда видео или аудиофайл, слушали этот аудиофайл и пытались написать то, что нам нужно. Время изменилось, сейчас 2022 год, и технологии машинного обучения вошли в повсеместно нашу жизнь. И многие компании, от Adobe до других компаний, начали вводить автоматическую транскрибацию аудио в текст. И в этом видео я бы хотел вам показать, как автоматически создать эти субтитры. И делаю я все это вручную. Итак, давайте приступим. Я покажу вам три способа транскрибировать аудиофайл в текст, самые известные и простые. Самое простое создание субтитров на рынке, присутствующие в мире, это создание субтитров при помощи Google. Мы просто берем, загружаем свое видео на YouTube и ждем. Так, мы долго ждем, ждем, ждем. И получается, в скором времени у нас появляются автоматические субтитры, созданные Google. Мы берем и просто скачиваем их. Или оставляем, если мы просто загружали видео в YouTube. Скачав эти субтитры, мы можем немного их подредактировать. Но в основном качество более-менее удовлетворительное. Но, конечно, не всегда. Второй способ транскрибации аудио в текст. Это проприторные программы, такие как Adobe Premiere Pro. В новой версии с примерно 2021 года появилась функция транскрибации аудио в текст. Для этого нам нужно просто зайти в программу Adobe Premiere Pro. Давайте мы зайдем туда. Очень все просто. И просто в окнах выбираем текст. И мы тут видим, что есть надпись «Транскрибировать эпизод». Мы выбираем язык. То есть здесь у нас уже есть и русский. Выбираем аудиодорожку. Очень все просто. И вот у нас появился текст, который транскрибировался. И он доступен у нас в таком формате. То есть не очень идеальный текст. Как я вижу, например, тут написано в 1997 году. А он транскрибировал это в 1907 году. Конечно, это все не идеально. Но более-менее. Берем и создаем субтитры. Вот так. Создание подписи. Выбираем тут параметры. Меня все устраивает создать. И вот у нас появились субтитры. Вот они появились у нас в подзаголовке. Их можно экспортировать в отдельный файл или вшить в видео и так далее. Здесь есть главная проблема в Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro это пропоритарный софт, который недоступен всем. То есть за него нужно платить. И к тому же немногие готовы просто для создания субтитров брать, да, и скачивать целое Adobe Premiere Pro или покупать на один раз его. Другой способ это использование свободных библиотек. Мы просто заходим в программу Subtitle Edit. Скину сюда видео. Вот она у нас появилась. И здесь нажимаем видео в текст. Здесь появляется воск модель, которую нужно скачать заранее. Я просто скину ссылку на эту модель. И здесь ее нам будет выбрать. Ну и здесь можно будет загрузить просто выбрав русский там. И загрузить. Ну или загрузить отдельно. Нажимаем создать субтитры. Вот пошел процесс транскрибации. Вот у нас появились субтитры. Он тут написал какой-то Иисус. И он не очень понимает именно цифры. Он пишет цифры словами. Поэтому он иногда не подходит. Так же как и Adobe Premiere Pro, он не очень понимает иностранные слова. Поэтому здесь тоже минус. Не всегда он понимает, что это. То есть это самая бесплатная и доступная версия для людей. То есть не нужно ничего покупать. Adobe Premiere Pro. То есть это все находится в открытом доступе. Субтитл Edit бесплатная программа. И библиотека речи, по которой он распознает, тоже бесплатная. Можно скачать несколько версий. Например, есть версия поменьше, есть побольше. Я выбираю побольше, потому что качество бывает получше. Следующий метод создания субтитров. Это на программе машинного обучения Wishper. Ну или по-другому. Извините за мой английский. Эту программу очень сложно установить. Но я пытаюсь вам объяснить, как это сделать. Я сделал это на операционной системе Linux, потому что там сделать это будет проще всего. Мы заходим. Сначала мы устанавливаем, конечно же, Python. Но он у меня автоматически установился в операционной системе Linux. Поэтому мне остается установить туда некоторые другие моменты. То есть нужно установить установщик PIP, инсталлятор. Вводим следующие команды и нажимаем Enter. После мы берем и устанавливаем FFmpeg. То есть нам нужен FFmpeg. Но он у меня тоже был уже установлен в операционной системе. Если у вас нет, то просто вставляете вот эту команду. У меня операционная система на ArchLynx, то есть Manjaro. И команды могут отличаться от Ubuntu или других операционных систем. От Windows тоже будут отличаться команды. Теперь вставляем команду PIP и установить WishSper. Пошел процесс установки. У нас удачно установился WishSper. Теперь мы можем запустить его. Для этого нам нужно загрузить библиотеку и выбрать необходимые файлы. Вот я выбрал тот видеофайл и оттуда вытащил при помощи шаттера Кондора звуковую дорожку. Сперва я пытался использовать самую большую библиотеку, но у меня не хватило видеопамяти. Ну или какая-то возникала другая ошибка, которую я не мог решить. Поэтому я использовал библиотеку поменьше, но результат меня удивил. Как вы видите, сейчас прошло немного времени и за считанные секунды, минуту, максимум, у нас определился весь текст, который был в этом видео. И посмотрите, он даже распознает иностранные слова, цифры, ставит точки, ставит заглавные буквы. То есть намного лучше, чем Google, намного лучше, чем Adobe Premiere Pro, намного лучше, чем модель Vosk. Результат у WishSper самый лучший. Но, конечно же, нужно заморочиться, установить Python, установить необходимые библиотеки, FMPack и другое. Но это стоит того, то есть можно создавать субтитры для крупных проектов и не волноваться в ошибочности этого текста. То есть Visper создал субтитры со стопроцентной точностью. То есть ни Google, ни Adobe не справились с этим. Хотя я подозревал, что Adobe должен сделать субтитры нормально, потому что это проприетарный софт. Но Adobe оказался на таком же уровне, как и Google, ну и даже Vosk. Поэтому я немножечко даже удивлен, что открытый код победил проприетарный. То есть модель Visper намного круче, чем Adobe. Ну и к концу я хотел подвести итоги. Все-таки победила программа Visper. Я указал в этом видео все программы, которые транскрибируют аудио в текст. Конечно же, есть и другие программы, но мне кажется, никто не сможет победить пока что программу Visper. Также Visper бесплатен. Не нужно покупать пакет Adobe, который невозможно купить, по-моему, в России. Не нужно сливать свои данные в Google. И не нужно редактировать текст в субтайтл, эдит, каждую запятую ставить и так далее. Поэтому Visper является самым оптимальным вариантом для создания субтитров. Но, конечно же, очень все заморочено. Не каждый может установить библиотеки всякие, Python, установить вот это все через командную строку. Конечно же, это все можно сделать в Windows, но у меня почему-то не получалось, поэтому я сделал это в Linux. А на этом все. Спасибо за просмотр. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok